Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Сегодня поговорим о потерях. Меня попросили рассказать о том, как пережить потерю близкого человека. То есть, будь то смерть или просто уход человека, обычно возникают негативные эмоции, связанные со страданием, болью, бывает злостью и желанием вернуть то, что произошло. Это происходит не только при потере человека, это бывает при потере денег, при потере работы или других потерях. То есть, нам ключевой это потеря. То есть, что такое потеря? Это внезапный уход, когда мы не хотели, чтобы что-то или кто-то ушел от нас, но это происходит. И мы, бывает, не можем просто это изменить. То есть, мы что делаем? Мы хотим вернуть ситуацию, чтобы этот человек вернулся, чтобы деньги вернулись, или чтобы работа появилась новая. То есть, вот что происходит. То есть, мы хотим возврата, но возврата не происходит. И мы часто страдаем. То есть, страдаем до того момента, пока это не пройдет в какой-то степени. У кого-то это может пройти быстро. Человек, например, легко справляется. А бывает, человек застревает в этом на долгие годы. Человеку очень сложно. Он такой находится. Бывает, знаете, вы ходите, а человек такой ходит серый, печальный, ему плохо и так далее. И что важно сделать с этим? То есть, когда что-то уходит от вас, это производит страдание. То есть, важно вернуться в этот момент, когда вы почувствовали вот этот уход, вот эту потерю, и пережить это снова. То есть, понять, что произошло с вами. То есть, на самом деле у вас происходят потери. То есть, это не что-то внешнее. Это у вас что-то коснулось вас, и вы почувствовали, что вы не смогли с этим справиться. Да, я сам переживал это и видел, как это происходит у многих других людей. И это всегда у вас. То есть, вы должны соприкоснуться с этой эмоцией, которая у вас, и прочувствовать ее, то есть, перепрожить. То есть, вы перепроживаете вот этот инцидент потери, ну, скажем так, не один раз, а множество раз. То есть, один раз, второй раз, третий, со всеми вот этими ощущениями, эмоциями вы чувствуете, то есть, вы фокусируетесь на этом. И в какой-то момент вы начинаете чувствовать облегчение. То есть, в каком плане? Ваша эмоция, вот это горе, она начинает трансформироваться. То есть, вы уже чувствуете не горе, например, а страх, потом гнев, потом вы можете почувствовать антагонизм, скоку, консерватизм, веселье. И в данном случае вы чувствуете энтузиазм. То есть, что происходит? У вас уходит вот это непринятие этой ситуации, то есть, негативный заряд, который скопился в результате непринятия. И вы начинаете это принимать. Не потому, что вы начинаете говорить, я принимаю это, я должен это принять, это уже произошло. Или вам многие говорят, просто прими это. Но принятие не наступает. Принятие наступает тогда, когда вы в действительности прожили это и убрали оттуда негативный заряд. Вот тогда наступает принятие, только в этот момент. И также наступает в любом другом случае, не только с потерей. Потому что что происходит в потере? В потере это происходит, по сути, рестимуляция смерти в прошлых жизнях. То есть, при реинкарнации сначала наступает смерть, а потом взятие нового тела. И вот когда происходит потеря, как раз происходит вот эта повторная стимуляция вашей собственной смерти. И также, вот когда вы переживаете эту потерю, бывает, человек может выйти через потерю на переживание вот этих прошлых смертей. И еще улучшить свою жизнь, то есть за счет того, что какой основной страх у человека. Это, по сути, страх боли, связанный со смертью. То есть, и вот когда человек перепроживает прошлые свои смерти, то у него увеличивается осознанность, и он может гораздо лучше справляться с жизнью. Потому что его обладательность, то есть способность достигать, способность не терять и легко справляться с потерями увеличивается. То есть, человек становится более осознанным, и он больше принимает жизнь такая, какая она есть. И вот как раз я помогаю человеку перепрожить эти случаи. Это можно сделать самостоятельно, если у вас получится. Можно с другим человеком объединиться вместе. Но, конечно, это гораздо лучше и быстрее происходит с профессионалом. То есть, с профессионалом, с человеком, который является аудитором, который может провести вас через этот инцидент и помочь вам справиться с этой потерей. Если вы можете это сделать, да, с другим человеком попробовать, но если что-то не получается, что-то идет не так, не выходит пройти через это, то вы можете обратиться ко мне за бесплатной консультацией. И я расскажу вам, как это можно сделать. Возможно, отвечу на какие-то вопросы. Если все же у вас не получится, то мы можем это сделать с вами вместе. То есть, в любом случае, я заинтересован в том, чтобы состояние улучшалось у каждого человека. Потому что от этого зависит жизнь каждого из нас. Один улучшает состояние, второй, третий. И так по цепочке у всех улучшается состояние. Поэтому, друзья, если у вас есть потеря, напишите мне. Контакты указаны прямо под этим видео. Быстрее всего я отвечаю в Viber, но можно написать в любой соцсети, которая вам удобна. Это может быть Facebook, Telegram, Одноклассники в Telegram. Можете написать, где удобно, WhatsApp. То есть, все контакты, везде я отвечу вам. И мы договоримся и пообщаемся голосом. Вот. Я вам желаю счастья. И если это видео вам понравилось, то поставьте палец вверх. Это значит нравится. Подпишитесь на мой канал, если еще этого не сделали. И колокольчик там для напоминаний. Это означает, что вы будете получать уведомления о моих новых видео, которые выходят на канале каждый день. Также вы можете подписаться на канал Академии счастья в Telegram или сообщество Viber. Там я выкладываю новую информацию, которая помогает в улучшении качества жизни. Вы можете присылать ваши темы для видео, и я буду озвучивать их. Вам желаю счастья, гармонии, всего наилучшего. И увидимся завтра в следующем видео. До встречи.